В данной игре присутствуют вспышки, громкие звуки, сцены насилия. Игра не рекомендуется прохождению людей со слабой психикой или эпилепсией. Все имена вымышлены, любые совпадения случайны. Окей. Для большего погружения в атмосферу рекомендуется использовать наушники. Такс. Ну что? Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Казуко Фэмили, а это Дэн. Он главный герой... ...новеллы. Главный герой новеллы. Присаживайтесь поудобнее. Нас ждет очень интересная, короткая, но... ...прикольная... ...новеллка. Да. Мы постараемся ее быстро пройти. Присаживайтесь поудобнее. Ставьте чайочек, кофеечек. Не забывайте про колокольчик. А я буду стараться, как говорится, как обычно, комментировать. Где эта грань, которую нужно переступить, чтобы тебя считали сумасшедшим? Аномальная жара добралась до нашего города быстрее, чем я ожидал. У нас тоже жарко. Открытые Насте шокна не давали так много ветерка, а даже тем можно было даже не мечтать. Я уже битые полчаса ворочался на одном месте, пытаясь принять наиболее удобное положение. Походу, это бесполезно. Разглядывать еле заметные узоры на потолке уже не хотелось. Я выучил все завитки наизусть еще прошлым летом, когда была такая же аномальная жара. И я не смог уснуть. Ну, у тебя кондиционер, хули. Да и вообще, как выяснилось, я плохо отношусь к всяким изменениям в погоде. Будь то зима, осень или даже любимое лето. Да, я, кстати, тоже летом родился, но жара это просто... просто. Едва температура уходила выше или ниже рекомендуемая, так сразу появлялись проблемы со сном. Но, естественно, плохо дело. Да, кстати, когда очень жарко, человек не может уснуть. А вот когда холодно, человек может уснуть. Потому что многие говорят, когда люди замерзают возле снега, они спят. И организму приходит каюк. Так, завтра как-никак нужно было идти на работу. Не думаю, что начальник обрадуется, увидев на планерке полусонную тушку подчиненного. Да, тушка. Вот это такое отношение людей к работникам. Я поворачался ещё немного, никакого результата. Я встал с кровати, потянулся, спина, затёкшая долгого лежания, в неудобной позе приятно заныла. Но и чем же можно заняться в 2 часа ночи, а? И в самом деле никаких интересных дел. Да и друзья, естественно, в такое время-то спят. Так, он приметил на зарядке телефон. Ну да. Нырянем воспоминания, перечитывая диалоги со старыми знакомыми. Ля. Ха. Му. Ха. Отошли наушники. Так. Все мемы в любимом паблике зачитаны до дыр, а поиск и чтение какой-нибудь интересной книги мог затянуться аж до рассвета. У него Самсунг. Так. Контакт наш любимый. Так, а кого бы сегодня почитать? Заброшенный аккаунт. Анастасия Макарова. Была в сети 28 июня в 18.47. Так и не заходила больше. Да, последнее мое сообщение отправлено чуть менее года назад. До сих пор осталось непрочитанным. Я кликнул диалог с Настей и пролистал его до самого начала. Та сходка была невероятно крутой, Даня. В большинстве своем из-за того, что у нее была ты, Настя. Прекрати меня смущать, Вишневский. Фамилия у нашего героя Вишневский. А тебе не нравится? Ну, какой девушке не понравятся комплименты? В общем, классно тогда время провели. Спасибо тебе. Впервые мы с ней переписывались на выходных после сбора клуба киноведов. Именно на ней я с ней познакомился. Киноведы это, наверное, кинолюбители, что ли, почти. Ага. Мы начали ходить в этот клуб почти одновременно. Просто до этого посещали его в разные дни. Мы как раз досмотрели компании новый фильм. Для этого создатель кружка арендовал нам на весь вечер местное кафе. Еще полчаса была потрачена на обсуждение и споры о морали в сюжете. Одна дискуссия даже чуть не переросла в драку. Благо мы вовремя разменялись спорящих. Я в всей душу любил такие мероприятия за то, что каждый после просмотра мог поделиться своим мнением насчет просмотренного. Конечно, были те, чьи мнения кардинально отличались от моего, но так было даже интереснее. Конечно же, обсуждения проходили без оскорблений. За этим яростно следили волонтеры. После таких споров с другими участниками спора, бывало, я начал смотреть на привычные вещи по другим углам. В какой-то степени я мог назвать клуб своей семьей. Мы знали друг о друге практически все. Временами мы даже помогали участникам материально. Такую традицию анонимных пожертвований создатель кружка назвал Добропочтой. Он проводил подобные сборы время от времени, если видел, что кто-то из участников находится в сложной жизненной ситуации. В общем, президент клуба был нам как отец. Я отвлекся от своих воспоминаний только для того, чтобы достать телефон и проверить один диалог. Андрей Кино Прости, что если не смог прийти, расскажешь потом о чем фильм. Конечно, Андре. Без проблем. Опять на работе задержали. Ага, причем за переработки не платят, уволюсь нафиг. Развлекайтесь там. Андрей мой друг, с которым я познакомился на одном из таких просмотров кино. Тогда клуб устроил кинотеатр под открытым небом около реки. Нас платила общая беда. На берегу было полно комаров, а я оказался единственным, кто прихватил с собой спрей. Сегодня он так и не смог прийти из-за завала на работе. Но ничего, послезавтра собрание клуба там он точно будет. Угу. Что случилось? Ребят, у нас еще полчаса аренды, потом можем поиграть в настолки. Во! Радостно загудевшая толпа разошлась по маленьким группам, каждая по интересующей игре. У нас, кстати, тоже есть настолки, называется Д6. В нашем городе, где я живу. Так. Домой, где меня ждал только холодный вчерашний ужин и недосмотренное аниме. Ага, тоже аниме. Идти не хотелось, это слово совсем. Поэтому я прибрался к небольшой компании, собравшись играть в Юно. Карты какие-то. Извини, тут не занято, дружок. Та-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни- там. И чё она от нас хочет? Просто так? Отлично! Тогда я с вами. А кто-то с нами ещё? И чё? Меня, кстати, Настя зовут. А тебя? Я Даня. А, это самая Настя, да? Приятно познакомиться. Чё? Мне тоже очень приятно. Чё это за скримак был? Извини, ты что-то хотела спросить, Настюха? О, это так заметно. Ну, есть такое. Да так, просто интересно, чем ты увлекаешься. Просто у меня очень мало знакомых в плове. Вот я и... Эй, головки, играть собираетесь? Эй, мы не... А... Куна. Уна, Бруна, Куна, Дуджуна. Но... Короче, она выиграла в партию там карт каких-то. Извини, если это было очень резко. Я просто хотела побыстрее закончить игру, чтобы нас не оставили в дураках. А, ну, ничего страшного, да. Может, возьмём кофе? Давай. Вот, точнее, она говорит, давай. Ты какой будешь? Хм... Поиграем в уг... Нифига себе угадай-ка, блядь. Блядь. Давайте карамельный латте. Как большинство девушек, ну, это уже всё. Это, наверное, ореховый. Конечно же, ты любишь карамельный латте, как и все. Говоришь, как 10-летний мальчишка, который пытается привлечь внимание девчонки. А, я угадал. На самом деле, у меня просто аллергия на орехи. О-о-о. Ну, ещё карамельный латте просто восхитителен, особенно если он с зефирками. О-о-о. Любительница зефирок. Настя-зефирюшка. А по тебе не скажут, что ты аллергик. М-да. Ха-ха-ха. А ты думаешь, все аллергетики выглядят, как вечно больные насморком астматики? Признаться честно, ну да. А ты забавный. Она забрала кофе, и они сели. Посидим? Да, пойдём. О-о-о. Кафе Мемория. Кошки? Где? Ну, я тоже аллергик. А-а-а. Так вот почему ты считаешь, что у этих аллергиков вечный насморк. Ага. А ты не спробовал завести сфинкса? О-о-о, дорогой котик, бля. Сфинксы. Сам ты бе. Благородная порода, между прочим. Ну, по-моему, да, сфинксы, а не египетские. И ужасно морщинистые. Ну, в какой-то степени ты прав. Короче, напишите в чате, кто за мохнатых кисок и кто за морщинистых кисок. Так. Ну, мне пора. Вы такой... У неё грустный ебальничек. Давай обменяемся на ми... Господи, это пацан. Давай обменяемся номерами. Сможем ходить вместе на собрание клуба. И не переживай, у нас лояльно относятся к тем, кто ходит в обе группы поочерёдно. А, ну ладно. Так. Я быстро записал её номер и позвонил, чтобы его зафиксировать. Готово. Ты есть в Абере или где? ВК и Ватсап. У меня там чат рабочий, да и с коллегами переписываемся. Отлично, я тебя тогда потом напишу. Хорошо. Чё такое? Я пойду. Да, блядь, надо было её поцеловать. О-о-о-о. Проводить её. А проводи меня. Проводи. Если чё, не спеши. Давай, проводи её. Она ж этого хочет. Давай я тебя провожу. Но только если тебя не затруднит. Ни в коем случае. Ты далеко отсюда живёшь? Не совсем. Через парк. О-о-о. Ну вот, кстати, кстати, кстати. Через парк в такое время очень опасно идти одной девушке. Поэтому не зря мы её провожаем. Так. Ну погнали. Пойти с незнакомкой через безлюдный парк. Главное, чтобы не было это. Знаете, как в этом? В такисском гуле. Когда помните эту сцену, да? Канеки Кен. Канеки. Я сожру тебя. А тут, представляете, идёшь безлюдно с девочкой по парку, а она потом такая. Я хочу открыть тебе маленький секрет. Я маньячка. Идём. Идём. Знаете, то время, когда не девчонка с ножиком, а пацан с ножиком. И девчонка, типа, пытается... Пацана... Ну... Короче, вы прикол поняли. Наверное. Да. Господи, опять пацан. Да, пойдём. Вот по-любому сейчас какой-то скримак будет. Отвечаю. Бла-бла-бла. Мы уйдём по парку. Разговариваем об увлечениях. Ты играешь на гитаре? Серьёзно? Ну, какое-то время я играл вместе с группой в школе, а сейчас как-то подзабросил. Вау. Это звучит круто. Сыграешь что-нибудь для меня? Давай. Владимирский центрол, ветер северный. И тапом из двери зла немерено. Но не очко обычно губит, а владимирская грусть. Та-дам-тан, тара-дан. Ладно. Вот. Так сойдёт? Хорошо, сыграю как-нибудь. Спасибо, 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 спасибо. Да, вроде пока не за что. Эммм... Чё? Слушай... Может в догонялке? В смысле, блядь? В парке ночи? Ты серьёзно? Что? Мне до дома ничего. Ну же. Эмм... Ну, луна. Так, чего? Поиграл в догонялки, блядь. А небо всё такое красивое. Согласна. Ха-а-а. А музыка неплохая. Чё за скримак? Ой, прости, я не знала, что ты померёшься прямо сейчас и... Чё? А она выглядит очень мило, когда смущается. Ммм... Оу, спасибо, Дань. Пусть... Пустяки. Да не сказала бы. Она читает его мысли. Кто-то на том месте точно бы мне усетил возможности воспользоваться ситуацией. Эмм... Ну, да. И много у тебя таких было? Ну, достаточно. По Японии? Блядь, какая Япония, блин, ВКонтакте пользуется? Это вообще на Японию не похоже. Большинство из них долбанутые на всю голову по Японию. Кстати, насчёт формы. А почему ты её вообще носишь? Эмм... А, в кафе под японские школы? Блядь, какая это Япония, блядь, у них ВКонтакте, её Настя зовут, его Даня зовут, блядь. Блядь, я не вижу просто составляющей. Погоди-ка. ФМР опен ап. На музыку из Директ Бай Роберт Бэвэйт. Хм... Ну да, типа, она ещё малолетка. Это Настя. Нет-нет, ты меня неправильно понял. А как тут ещё можно понять? Мне 18. Просто в Японии после 16 люди учатся ещё 3 года в старшей школе. Всё законно, не переживай. А чё нам переживать? Мда. Не пугай так больше, окей? Ну... Я подумаю. Не, ну рисовка, в принципе, прикольная. Я знаю, что... Делал вроде как один челик. По-моему, если я не ошибаюсь. Вот. Ну куда ж они идут? А, то есть он уже заколебался с ней общаться. Он интроверт. Ой, пришли. Спасибо, что проводил. Погоди, ты здесь живёшь? Ну да, родители помогли купить ту комнату. Я одна. А, понял. Спокойной ночи тогда. Да, спокойной ночи. Спешимся завтра, окей. О, поцелуй. Даня, ты прям как маленький мальчик. Уже растаял этот поцелуй. Ну и было. И что теперь? Зато сейчас... Каких деталей. А-а-а. Кстати, смайлики с ВК. Так. Даня, я так рада, что мы теперь с тобой встречаемся. А, они уже встречаются. Ты просто представить себе не можешь. Я тоже очень рад. Нась. Но это было довольно неожиданное признание, я тебе так скажу. Я вообще думала, что ты мне первый признаешься. Я хотел, но кое-кто позвал меня в кафе на день раньше, чем я планировал. Так. Ну, я же этого не знал, а значит не считается, правда ведь? Да и какая уже разница, мы ведь всё равно уже вместе. Это точно, люблю тебя. Я тоже тебя люблю, Нась. Спасибо, что подсела тогда к нам. Ага. За две недели они уже, да? Постоянных прогулок, мемов, разговоров. Ну, для восемнадцати лет встречаться через две недели это уже норм. Так. Приехать в кафе? А чё случилось? Она чё-то волнуется и пьёт кофе, а чё такое? А, когда ей плохо или грустно? Ты же не просто так меня сюда позвала, да? Я просто тебя хотела позвать по-дружески попить вместе со мной кофе. А, это типа, а как у них развивали что ли отношения? Ладно, ладно, на самом деле я просто хотела с тобой серьёзно поговорить с глазу на глаз и не знала, как тебя ещё можно вытащить в кафе, чтобы это не казалось обычной дружеской посиделкой. Видишь ли? Чего? Что не так? А, издевались над ним раньше. Новенький в классе он был. Ты мне очень понравился и я бы хотела бы, ну, может попробуем встречаться? Прости, что ты сказала? Ты меня не слушал даже? Да нет, Настя, я слушал, просто я хотел, чтобы ты это повторила. А, и покраснела она, да? Ладно, ты не хочешь попробовать со мной встречаться? Она шутит? Или хочет жестоко разыграть? Ну да, кстати, мы знакомы всего пару недель. Настя, ты же не шутишь? А, должна? А, должна? Ну да, что, мне вот вообще не смешно. Да, не, я говорю правду. Боже, я такой придурок. Ё-моё, скрюмаки. Настя, подожди, пожалуйста, я не хотел тебя видеть. Позволь мне всё объяснить, окей? Я думал, ты подшучиваешь. Раньше меня разыгрывали. Я не хотел услышать подобное во взрослом возрасте. Я не хотел говорить тебе такое. И что же ты хотел? Я хотел сказать, что ты тоже мне очень нравишься, даже не так. Я влюблён в тебя, Настя. Я хотел сказать об этом через пару дней после собрания клуба. Но ты меня немного опередила. Ты ведь сейчас... Ты ведь сейчас не шутишь, да? Это одна из тех вещей, над которыми я б не стал шутить. Знаешь, Даня, я очень рада, что мои чувства оказались взаимны. Ага. Её день рождения, что ли? Восем... Сейчас узнаешь. А, играть на гитаре. Ага, можешь открывать глаза. Это пляж? Он что, её с завязанными глазами сюда привёз? Свой день рождения необычно. Спасибо, Даня. С днём рождения, солнышко. И даже не покажут, да? Ты ещё и гитару с собой взял? Ага, я ведь обещал тебе, что поиграю. Ага. Ага. Не, прикольно. Дори Мика. Мина Мина. Дори Мика. Мина Мина. Забавно. А, это кто-то ему в тот раз говорил. Мой друг Коля. Да пошёл ты, Коль. Ну. Последний аккорд. Тебе не говорили, что ты играешь великолепно. Если честно, меня частенько критиковали за мою несерьёзную игру на гитаре. Я ничего такого не заметила. У тебя хорошо получается. Спасибо. Скримак. Знаешь? А я ведь думал, что проведу свой день рождения в клубе, или как обычно, за сериалом. А тут ты так внезапно появился. Спасибо тебе большое. Привыкай. У тебя теперь каждый день рождения будет необычным. Честно, честно. Угу. Опа, на. Поцелуйчики, поцелуй. Не покажут, да? Настя. Чё опять не так? Ага. Теперь он страдает. Так, Вишнёвский, держи себя в руках. На другой бок. Так. Нашёл. Последний диалог. Ага. Тогда я начал замечать, что она проводится на меньше времени. Так. А, она с каким-то парнем в кафе. Да что с тобой такое? Мне не нравится, что ты ходишь с какими-то парнями кофе пить. А мне не нравится твой постоянный контроль. Ооо, как это знакомо, ребята. Ставим плюс в чате, когда бабы контролируют мужиков и считают, что это нормально. Точнее, они не считают, что полный контроль это нормально с нашей стороны. А их не контроль с женской стороны, они считают нормально. Так, окей, сейчас мы ни к чему не придём. Давай обсудим это завтра вечером у меня дома. Посидим, поговорим, как телевизионные люди, окей? Позвать её домой. Дождь пошёл, что ли? Если она устала и хочет расстаться. После месяца отношений. Мда, я слишком сильно привязался к ней, чтобы вот так просто отпустить. Жизненно. Привет, Настя, проходи. Я тут суши заказал. Сет с Калифорнией, как ты любишь. Может, поужинаем? О-хо-хо-хо. Извини, Даня, я не хочу. Мы на работе праздновали день рождения Кости. Он заказал пиццу всему коллективу. Костя, блядь. Вот же она, сучка. Ты говорил, что нам нужно поговорить, так? Угу. Ты начинаешь пугать меня своей одержимостью. Слушай, какая нахер одержимость? Я не одержим, Настя. Я просто переживаю за тебя. А мне кажется, что ты за себя переживаешь больше, чем за меня. Точнее, за твои отношения со мной. Я просто хочу, чтобы мы были вместе. Разве я многого прошу? Да, многого. Я могла бы терпеть всё, и ты сам это знаешь, но я терпеть не могу, когда кто-то ограничивает мою свободу. Почему ты запрещаешь не общаться со своими друзьями и коллегами? И тот случай с телефоном забыл? А, залез в телефон Насте. Ты, Даня, неужели тебе непонятно? Ты пытаешься меня контролировать? Прости меня, я просто боюсь, что ты уйдёшь от меня. Чё? С меня хватит, Даня. Я слишком долго это терпела, понял? Ого. Нам нужно какое-то время побыть одними. Мы расстаёмся. Ооо, как это знакомо. По непроходящей боли в сердце казалось, что мне только что насквозь пробила грудь арматурой. А ведь я любил. По-настоящему любил. Может, даже впервые в жизни. Нет. 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 Что нет? Мы не расстаёмся, Настя. И никогда не расстаёмся, окей? С чего ты взял? Я не буду больше с тобой встречаться. Надо было раньше думать о последствиях. Ничего. Ничего. А чё? Зачем ты его взял? Не подходи ко мне. Пожалуйста, Даня, не надо. Отойди от меня. Боже. В смысле? Чё? Сон? Или же нет? Где я? Дождь. Так. Я читал переписку с Настей. Хм. Где Настя? И где я? Ты там, где должен был оказаться. Настя? В тюрьме? В тюрьме? Не ждал меня тут увидеть. Где тут? И почему ты так улыбаешься? Чё? Ты всё страдаешь провалами в памяти, да? Ммм. Не помнишь ничего? Что продолжать? Я убил тебя? Да? Именно. Ты не смог смириться с тем, что я хотел уйти от тебя. Если бы ты умерла, я бы не смог с тобой разговаривать. А кто тебе сказал, что ты общаешься с той самой Настей? Кто-то такая... Это неважно, но если тебе так хочется, зови меня совестью. И чё? Санитары? Ха. И чё будет? Что произошло? По документам несчастный случай? Какой случай? Пациенты из тюрьмы не мой профиль? Пациенты из тюрьмы не мой профиль. Он... Поветился? В натуре? Твою мать. Так вот, о чём они говорили. Он... Уже не жилец. От нас нужна только констатация смерти. Держи отчёт, и я пока кое-что проверю. Чё-то как-то быстро. Я так и думал. Что там? А, таблетками. Что нам теперь делать, Александр Владимирович? Иди во второй корпус и зови санитаров. Скажи, что я попросил. Понял. Офигеть. Елена Андреевна, не самого доброго вечера. Вишневский палата для заключенных. Несчастный случай. Отправил. Да, сейчас приду. Ага. Понял, сейчас приду. Офигеть. Вот это неждан. Боже, я и не думал, что она настолько сломана. Кто она? Так. Перезапуск помог? Вообще нет. Кость, я ничего не понимаю. Первые тесты превосходный результат при любой нагрузке. А сейчас запуск любого момента неизбежно приводит к этому. Ты откуда пробовал? Ночь воспоминаний, которая в конце сюжета. Но, блин, кость, там откуда не запускай, всё равно выйдешь на смерть игрока, ещё и концовка мутная. Симуляция не крошнётся, если её перезапустить ещё раз, кость. Проект. Проект. Настя, а я тебе в бэкапах нет. Ты так о ней опечёшься, будто влюбился. Эй! Может, тебя так легко развести? Успокойся, и её мы просто перенесём в новую симуляцию. Жалко такой искусственный интеллект выбрасывать. Давай не грузи сильно из-за этого, у всех бывают неудачи, даже у таких гениев, как мы. Да, ты прав. Может, нам просто нужно немного отдохнуть от этого проекта. Здравая мысль, соберя вещи, иду к восточному выходу. Покажу, там недавно кафешка открылась. Окей, сейчас только комп выключим. Кафе. А, всё, конец. Окей. Ну да, оказалась игрулька короткая. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, в принципе, прикольно, короткое, интересное Даня, получается, он влюбился в девчульку, повстречались Потом оказалось, что он ее убил Оказался там, где оказался У него произошли какие-то галюны Вот Вот, и все, он повесился Это было еще каким-то проектом на компьютере каких-то двух чуваков Которого, кстати, тоже звали Даня и Костян, по-моему Так, а что тут в заметках? Че? Че это значит? Конец Ого А, вот состояние врача Вишневский А, в коде Интересно Да, только все мелко нафиг Ну да, симуляция Здесь сложно прочесть А это... Так, подожди Из заключения предварительной экспертизы Девушка 20 лет погибла между 19 и 21 часом в результате механической асфикции Предположительно, ручным ремнем О чем свидетельствует на шее А также перелом горла После чего тело было расчленено и разбросано по пакетам Ага Перед смертью девушка подвелась изнасилованием О чем свидетельствует показания смывов Где биологическая жидкость совпала с ДНК подозреваемого А также прокусы под ключицами и на шее практически возле уха Форма у коза совпадает с особенностью строения нижней челюсти задержанного Обалдеть Весело Ничего не скажешь Но настройки это настройки Ладненько Ну а всем спасибо, что смотрели, дорогие друзья Мы прошли такую вот коротенькую, необычную новеллку Вот А всем до новых игр Ребятушки Вот Увидимся уже в следующих Наверное, интересных Проектах Как говорится А всем до новых встреч Всем удачи Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok